Седьмой класс, седьмая серия. Длина отрезка. Измерение отрезков основано на сравнении их с некоторым отрезком, принятым за единицу измерения. В метрической системе мер основная единица измерения – это 1 метр. 1 миллиметр – это тысячная доля метра. 1 сантиметр – это сотая доля метра. 1 дециметр – десятая доля метра. Тысяча метров – это 1 километр. Равные отрезки имеют равные длины. Если длина отрезка АВ равна длине отрезка СД, то это равные отрезки. Меньший отрезок имеет меньшую длину, а больший отрезок имеет большую длину. Когда точка делит отрезок на два отрезка, то длина всего отрезка равна сумме длин этих двух отрезков. То есть точка С принадлежит отрезку АВ, делит его на два отрезка АС и СВ. Так вот, длина отрезка АВ равна сумме длин двух отрезков АС и СВ. Первая задача. На прямой отмечены точки АВ и С. Так что АВ – 16 см, АС – 10 см. Найдите расстояние между серединами отрезков АВ и АС, если точка А не лежит на отрезке ВС. Так, давайте отметим точки на прямой. Точка А. Точка В. Вот длина отрезка АВ – 16 см. Так, а АС – 10 см. Зная длину отрезка АВ – 16 см, можно сразу найти середину. Давайте отметим и обозначим точкой О. Середину отрезка АВ. Длина отрезка АО и ОБ – 16 разделить пополам. 8 см. Это, значит, середина отрезка АВ точка О. Так, теперь давайте найдем середину отрезка АС. Обозначим, например, буквой Е. АС – 10 см. Если мы разделим 10 пополам, получится 5 см. И давайте отложим от точки А вправо 5 см. Это будет как раз середина отрезка АС. Теперь осталось найти длину отрезка ОЕ. Итак, если АО – 8, АЕ – 5, то длина отрезка ОЕ – 3 см. Ответ – 3 см в этой задаче. Вторая задача. Отрезок, равный 40 см, разделен на 3 неравных отрезка. Расстояние между серединами крайних – 24. Найдите длину среднего. Так, давайте обозначим. Крайний отрезок слева. 2х будет его длина. А это середина этого отрезка. Крайний справа, его длина, допустим, 2у. Вот это середина этого отрезка. А тот отрезок, который посередине, обозначим за z. Итак, отрезок 40 см – это 2х плюс z плюс 2у. Это будет 40 см. А 24 – это расстояние между серединами крайних. Это будет х плюс z плюс y. Это будет 24. Насколько отрезок, который имеет длину 24 см, меньше, чем весь этот отрезок? Он отличается на х плюс y. Значит, х плюс y – 40 минус 24. 16. Так, а теперь взгляните, пожалуйста, на первое уравнение и на второе. Левую часть, обратите внимание, х плюс z плюс y, а здесь х плюс y. Значит, мы можем сразу назвать значение z. z – это 24 минус 16. Значит, длина среднего отрезка – 8 см. Третья задача. Отрезок длины х разделен на 6 равных частей. Найдите расстояние между серединами крайних частей. Итак, отрезок разделили на 6 равных частей. И каждая такая часть имеет длину, равную х, деленную на 6. Так, давайте отметим середины крайних частей. Я крестиком отмечаю. Значит, середина. Здесь будет х делить на 12 плюс х делить на 12. Вот и получится как раз х делить на 6. Здесь тоже х делить на 12 плюс х делить на 12, х делить на 6. Надо найти расстояние между серединами крайних. Значит, х делить на 12 плюс 4 раза х делить на 6 и еще х делить на 12. х 12 плюс х 12 – это х 6. Значит, надо взять 1, 2, 3, 4 и 5. 5 раз по х 6. То есть 5 умножить на х 6. Значит, ответ будет 5 шестых х. Ответ 5 шестых х. Это расстояние между серединами крайних частей.